знаете когда мы строим друг с другом отношения когда мы строим отношения дружеские или это супружеские отношения или это отношения между родителями с детьми или детей с родителями мы всегда ищем друг с другом правильность отношений открытых отношений, только отношений искренних мы хотим быть всегда, чтобы для нас было все это открыто то же самое хочет Господь видеть в нас он хочет правильных отношений между нами и поэтому сейчас я представляю братом хочет 20 дней он уже давно известен по вчерашнего дню он сейчас сам анонсирует свою пробовать и благословен наш брат и пусть это пробовать послужит нам всем назидание итак братья и сестры я вам напомню место писания которым говорит апостол все писание бога вдохновенно послушайте пожалуйста очень внимательно самых первых шагов я как бы сознательно не делаю каких-то вступительных речей понимаю что время нас очень ограничено время коротко и так все писание бога вдохновенно и полезно для получения для исправления и наставления и вот только после потом после того как я сказал вот эти стихи обратите внимание идет этот текст мысли к которому на протяжении всей этой недели будем стремиться и апостол говорит да будет совершен божий человек ко всякому доброму делу приготовлен еще раз просто повторюсь естественно бога вдохновенность писания это то что вдохновлено самим богом это как от творческого дыхания бога это то что выдохнуто если можно так выразиться бог это то что бог сознательно воздействуя на человека хотел чтобы человек передал истину и конечно же полезно для нас и вот полезность этого писания слова божьего заключается в том что она полезна для того чтобы мы слышать это слово рассуждаем над этим словом чтобы она учила нас прежде всего мы не сможем ничего кого-то спросить если прежде мы не будем нам не будем научены сами мы не научимся исправляться мы не научимся исправлять свою жизнь если голос совести или голос другого человека говорящему к нам о каких-то неправильных наших делах о каких-то наших неправильных поступках не приведет нас к тому чтобы нам исправляться знаете именно так именно так и действует господь именно так и действует слово божье и поэтому у бога есть устройство мы сегодня уже утром слышно вот именно так действует своем устройстве вы помните как свой самопея это говорит славлю тебя потому что я дивно устроен знаете братья сестры особенности молодым людям я бы хотел посоветовать именно вот так посмотреть на себя это в мире люди как-то компенсируют какие-то недостатки своем весе или может быть во внешности своей прибегают каким-то хитростям прибегают каким-то медицинским там изменением но ты начни славить бога за то что каков и есть вот ты посмотри какие бы тебя ни были глаза они дивно устроен какие бы ни были твои уши ли твой нос скажи я славлю тебя отец потому что ты так меня дивно устроил мы веру и познаем что века устроены словом божьим а устроивший все есть бог опять же прихожу к той мысли по бога все действует устройство и сам христос показал нам этот пример пример тот образец того устройства которому он сам стремился который он сам показал будучи со своими учениками это в пустынном месте когда там было народу около пяти тысяч человек и оказалось так что у них у них не было пищи нашелся один мальчик у которого было пять хлебов и две рыбки и один из апостолов из учеников привел его по христу смотрите что делает иисус он сказал им ученикам рассадите их рядами по пятидесяти и сделали так и только тогда иисус взял этих пять хлебов и две рыбы и возрев на небо я всякий раз говорю себе и каждому из вас мы ничего не можем делать без участия неба мы ничего не можем делать без содействия духа святого прежде всего он посмотрел на небо и востал благодаря благодарение преломил и раздал ученикам сказал чтобы те раздали народ я вам скажу сегодня бог не изменяется тот же самый господь который был с учениками который был с пророками всеми которые могли сказать о себе жив господь пред которым я стою сегодня с нами есть как я уже сказал представьте себе можно ли спросить с ученика какое-то скажем знание какого-то материала если он это вообще не проходил как можно человеку исправиться как может он хотеть кто нормальное положение той нормы о которой апостол говорит совершенство божьего человека представьте себе речь идет о божьем человеке речь не просто идет о каком-то человек речь идет о божьем человеке может ли быть что-то выше того звания чем божий человек может быть мы где-то уже швыкли с этим может быть мы уже где-то привыкли тому как мы называемся вы приостановитесь на мгновение подумать может ли быть выше того призыва чем кристос сказал тебе следуй за мной и тоже вместе с вами в ожидании этих чудес я тоже вместе с вами в ожидании этих знамений я верю что будет происходить не особо необычно что-то будет происходить особенное на этом месте когда мы Когда мы будем переживать присутствие Божие, когда мы будем призывать излияние Духа Святого, когда мы будем переживать это исцеление сердец наших, души нашей, когда Господь будет действовать. И поэтому тема сегодняшней моей проповеди так называется «Искреннее сердце». В зависимости от того, правильные ли твои отношения с Богом, неправильные, они строятся именно по этому принципу. Послушайте, это то, что записано во второй книге Царствия. Если кто-то помчает, можете посмотреть. С 22 главы, 26 и 27 стихом написано. Я сейчас вам протестирую эти слова. С милостивым ты поступаешь к милостиву. С мужем искренним. Послушайте еще раз. С мужем искренним. Искренне. С чистым. Чистым. А с лукавым. А лукавством его. Итак, сердце. Вот второй день уже слышим это слово. Я вам скажу, это очень достаточно объемное понятие. Это не просто физический орган, перекачивающий внутри нас кровь. Это очень объемное понятие, включающее в себя разум человека. Ому. То, как мы мыслим. То есть мыслим. Это воля наша, воля человека. Это его эмоции. Это все, что связано с воспоминанием прошлого. Хранимого. Это как бы центр. Центр внутренней нашей духовной жизни. И поэтому не случайно говорит Писание. Более всего хранимого. Храни сердце свое. Не в том смысле, что ты береги его от стенокардии. Не в том смысле, что ты береги его, чтобы оно не так стало как-то стучать по-другому, как привычно. Надо беречь. Вот именно надо сохранять в Боге, сохранять в Господе свои помышления, свою волю. Даже если хотите свои эмоции, над всем этим нужно наблюдать и хранить себя, потому что от Него источники жизни. И тогда, когда сердце твое забилось, пришла к тебе жизнь, будет время, когда сердце твое остановится. Будет конец этой жизни. Есть время начала этой конференции. Есть время конца этой конференции. Я сейчас смотрю, вот большинстве из вас, присутствующие здесь в зале, и думаю о том, что для вас будет время начала вашего служения Богу. Это будет время, связанное с хождением вашей церкви. И поэтому сегодня я хочу дать вам один, пусть немного, но хотя бы один практический совет, сказав вам о том, что хождение в церковь, начало вашего служения Богу, должно быть правильным. Я сегодня покажу вам один стих. И вокруг этого стиха мы порассуждаем. Это написано в 28-й главе книги-притчи. 13-м стихом такие слова. Итак, 28-я глава книги-притчи, 13-й стих. «Скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха. И кто сознается и оставляет их, тот будет помиловать». Еще раз, братья и сестры, почему я еще раз хочу прочитать вам, напомнить. Мы сейчас зададимся одним вопросом, на который нужно ответить. «Скрывающий свои преступления». Я наверняка, думаю, вы согласны со мной, что вы также мыслите о том, что речь не идет о каких-то преступлениях, связанных с нарушением, скажем, уголовного кодекса. Вы же не так мыслите? Речь идет о преступлениях, которые связаны против закона Божьего. Речь идет о преступлениях, которые направлены против нарушения заповедей Господня. Итак, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». Только представьте себе, все ваши чаяния, все ваши ожидания, все ваши надежды, все ваши помышления на какие-то успехи, в чем бы то ни было связано. И где бы вы ни ожидали видеть этот успех, в семье ли, в воспитании ли детей, в работе ли, в служении ли, в церкви ли, в общении ли с другими людьми, в бизнесе, в работе, как угодно, есть одно определение. Ты не будешь иметь успеха, скрывающий свои преступления. Давайте зададимся вопросом, о ком здесь идет речь? О человеке ли, или о Боге, в том смысле, от кого ты можешь скрыть свои грехи, от кого ты можешь скрыть свои преступления, если взять внимание от Бога. Я вам скажу, Бог везде сущий. Другими словами, везде сущность Бога заключается в том, что Он, представьте себе, насколько это возможно, всею полнотою Божьей, всею полнотою, наполняет всякую точку пространства, о которой мы только можем представить себе или помыслить. Если Бог во всей полноте наполняет Собою все, как апостол говорит, им мы живем, им движемся, им существуем, пред которым все обнажено, все открыто, можно ли от Бога скрыть преступление? Как-то нет связи, как-то нет логики в том, о ком я сказал, пред которым все обнажено, все открыто. И ты думаешь, от него ты скрываешь преступление? Вы помните ту историю? Когда-то Клофан пришел к Давиду. Он рассказывает ему притчу о том, как человек, поступив с этой овечкой, принял своего друга-странника. Давид возмутился. Говорит смертному человеку, и он должен воздать тщательно. Тогда Нафан говорит, эй, тот человек. Кто же открыл Нафан? Господь. Открыл дух святого. И тогда Давид сказал, согрешил я против Господа. Если взять его внимание, что Бог знает все. Вот на мгновение остановитесь и представьте себе. Бог Всеведущий. Он не только вездесущий. Он имеет все знания о себе и о всем ином. Знание его непосредственно. То есть он просто знает. Чтобы нам иметь какое-то знание, даже иметь познание о Боге, нам приходится вникать в Писание. Нам приходится посвящать себя изучению этому Писанию. Мы где-то учимся в библейских институтах. Мы хотим иметь это знание, на это нужны годы. На это нужно прилагать какие-то усилия, какие-то старания. Бог знает это просто. Непосредственно, прошлое, настоящее, будущее. Все соединено в одно мгновение. Именно здесь и сейчас он знает все. Итак, если мы согласимся в том, что не от Бога мы можем скрывать свои преступления. Мы можем скрывать свои преступления от человека. И тогда мы дальше вторую половину этого стиха посмотрим, где написано, а кто сознается. Знаете, и не просто сознается. Вот удивительная деталь. Я сейчас ниже чуть скажу, об этом сознается. И оставляет их. Тот будет помилован. Когда-то Христос был со своими учениками в храме. И привели к нему эти книжники, да, и фарисеи, как мы порой не очень лестно об них отзываемся. Но я вам скажу, что на них подействовало. Когда Христос сказал, кто из вас без греха, первый бросив в нее камень, совесть их стала обличать. И они один за другим, начиная с высшего до последнего, ушли с того места. И в окружении этой женщины никого не осталось, только Иисус. И эта женщина посреди стоявшего говорит, я женщина, где твой обвинитель? Никто не осудил тебя. И я не осуждаю тебя. Это то же самое, что будет происходить сегодня. То, что будет происходить завтра. То, что будет происходить в последующие дни. Господь тебе и мне будет говорить, я не осуждаю тебя. Но иди и впредь не греши. Тот, кто осознается. Когда мы говорим словами апостола Иоанна, если исповедуем в славянском языке, это слово «исповедовать» означает открыто признаваться в чем-то. Он, например, в грехах. И вот когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот практически я вам хочу посоветовать одно. Я понимаю, речь идет и по тому, есть такая мысль. Я исповедовался пред Богом. Я открыл свои грехи пред Богом. Братья, я не против этого и сестры. Возможно. Возможно чудодейственная сила Божья. Возможно действие Духа Святого. Потому что все возможно Богу, не людям. Тебе действует так, что в одно мгновение пришло то, что ты пережил, то, что мы называем вторым рождением. То, что мы называем рождением свыше, пришло к тебе это покаяние. Но возможно, возможно, что я вам скажу, не из брошюр, не из тех книг, которые прочитаны, это то, что есть в моем переживании. Хотя и маленький опыт того служения, который имею, когда люди носят в себе, будучи в церкви, будучи членами церкви, носят грех, на который им дьявол постоянно, постоянно напоминает, постоянно говорит. Ты думаешь, может быть действительно, для тебя нужна та инстанция, о которой мы говорим, подойди к служителю. Подойди к служителю, открой, что-то произойдет в тебе, что-то произойдет в твоем сердце, о котором мы сегодня говорим. И ты увидишь, как это будет действовать. Зачем это носить в себе? Зачем это таить в себе? Думаешь ли, может быть ты чем-то смутишь служителю? Или думаешь, может быть ты чем-то сконфузишь его или обидишь? Но ты сделаешь только себе во благо. Помните, что никто не благ. Ни одного из нас здесь, присутствующего на этом месте, нет доброго. Никто не благ, говорит Иисус, только Отец мой на небесах. Поэтому я вам желаю, я вам просто желаю, не ждите, пока подойдут последние дни этой конференции. Мы ждем, как я вначале говорил, мы ждем действия Духа Святого. Мы ждем обильное наполнение Духом Святым. Мы ждем и ожидаем того, что Он будет воздействовать тогда, когда мы действительно будем сами готовы. Чтобы не получилось так, как с тем человеком, который подошел, посмотрел черты лица своего в зеркале и забыл, каков он. Но кто в них нет, закон совершенный, закон свободы. И будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела. Я вам скажу, это доброе дело. То, о чем я сегодня вам советую, то, о чем я сегодня предлагаю вам сделать в своей жизни, это доброе дело. Не скрывайте, не ходите с этим. И тем более не пытайтесь войти с этим в церковь, думая, ну как-нибудь. Ну, Бог же прощает. Да, Бог прощает. Но есть Тот, Который день и ночь клевещет пред Богом нашим, клеветнит братьев наших. Знаете, как Иоанн говорит в откровении тем стихом? Откуда пришла победа? И чем они победили дьявола? Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Есть слово свидетельства моего. Пусть это слово где-то будет свидетельствовать против меня. Может быть, где-то я буду уничижен. Может быть, где-то я буду унижен. Может быть, где-то моя гордость, надменность моя в этом потерпит урон. Но я знаю, что Господь призывает меня. Я знаю, что Господь, Дух Святой, влечет меня сделать этот шаг. И тогда, когда мы сейчас будем с вами молиться. Пожалуйста, не торопитесь. Не торопитесь. В какой-то заученной своей молитве, в каких-то заученных фразах сказать Богу, вы посмотрите, как я говорил сегодня, в свое сердце. Посмотрите, прислушайтесь к тому голосу Духа Святого, который, с одной стороны, будет тебе говорить, сколько тебе томится в этом горехе, сколько тебе носить его в своем сердце, в себе, в своих мыслях, сколько тебе жить этим. А другой будет напротив говорить, да ладно, может быть, ничего и так как-нибудь сойдет. Нет. Если ты надеешься, чтобы был успех, ты не можешь рассчитывать на другого. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А тот, кто осознается и оставляет их, тот может рассчитывать на милость. Тот будет помилован. И пусть начало этой конференции, начало этой молитвы будет добрым. Добрым начало того движения, которое мы ожидали. Сейчас давайте мы встанем с вами. Давайте мы встанем сейчас с вами для молитв. И как я уже сказал, прислушайтесь голосу в совести своем. Прислушайтесь к тому, что будет говорить внутри вашего сердца. Действительно, мы порой, знаете, может быть, свыкли с тем, что мы христиане. Мы свыкаемся с тем, что мы в церкви. Мы уже где-то на какие-то, может быть, даже мало значимые греховные проявления, как нам кажется, менее обращаем внимание. И мы как-то пытаемся их отодвинуть от себя все подальше, подальше. Но сегодня скажите, скажите Богу, хотя бы в каком-то своем обещании сделать этот шаг. Я вам просто советую, имейте общение со своими хвостами. Имейте общение со служителями в церкви тех, которые вас знают никто, как другого. Будьте поближе к ним. Это те люди, которых Бог поставил для того, чтобы вам помочь. Я именно говорю это молодым людям, кто благословит Господь. А сейчас мы будем в молитве пребывая говорить Богу о том, что есть в нашем сердце, есть переживание, желание той близости, которую мы хотели испытать. Господь, Господь, Господи Боже, при одной только мысли, Иисус, при одной только мысли, если бы возможно было, и все это было открыто, то, что есть в разуме нашей, то, что есть в мыслях наших, то, что есть в желаниях, эмоциях наших, было бы открыто сейчас, обнажено так, как оно есть, как бы мы себя чувствовали, Господи. Иисус, вот ты сердцеведец был. Ты сейчас видишь сердце каждого и эти мысли, которые одна за другой проникают в наше сердце, в нашем разуме, которые одна за другой пытаются где-то вдохновить, а где-то напротив расслабить нас. Ты видишь сейчас эту борьбу, которая, возможно, происходит в каждом сердце. И поэтому, Господь, мы надеемся на милость Твою, мы надеемся на благодать Твою, мы надеемся на Тебя, Иисус, что придет помощь от Тебя, когда мы поднимаем кучи своих горам, мы ожидаем, что Ты поможешь, Ты знаешь, Господь, как порой нелегко сделать этот шаг. И ладно, если это в присутствии Твое, но как порой бывает стыдно, как порой мы себя неуютно чувствуем, когда мы свидетельствуем это перед другим человеком. И поэтому я обращаюсь к Тебе ныне, Господь, моля Тебя, что за себя, что за свое сердце, потому что они в меньшей степени нуждаются, как и прочие, также из-за сердца этих молодых людей, присутствующих здесь в конференции. Это будущее Церкви. Это то начало, которое Ты хочешь благословить, Иисус. И поэтому я выразил желание моего сердца, желание каждому присутствующему делегату этой конференции, пусть начало этого вхождения будет здравым, пусть начало этого вхождения в Церковь будет правильным, и поэтому я молю Тебя за этих молодых людей. Я умоляю милости Твоей, Господь, своих братьев и сестер, чтобы это сердце, оно не было сокрыто, но чтобы это сердце было открыто, чтобы это сердце было искренне, чтобы это сердце, оно могло признавать где-то свои промахи, где-то свои падения, где-то свои какие-то неправильные поступки, и не носить это в себе. И поэтому я прошу Тебя, Боже, в устроении всей этой конференции расположиться в Царе, всех людей моих, братьев и сестер, которые нуждаются в этом исповедании, которые нуждаются в освобождении, которые нуждаются в свободе, в очищении, открыть, открыть и не скрывать, и не носить это в своем сердце, Господь. Поэтому и мы надеемся на Твою милость, Отец. Я молю Тебя, Господь, я просто молю Тебя за каждого, и я вполне сознаю, я не каждого из них знаю, но я Тебя молюсь за каждого присутствующего здесь, на этом месте. Пусть самое великое и пусть самое славное чудо, которое мы ожидаем произойти, пусть оно произойдет в сердце каждого присутствующего. Пусть мы уедем с этой конференции, и мы скажем, Бог благ. Господи, мы ожидаем этого изменения прежде всего в осцелении своих сердец, в осцелении своей души, в осцелении своей жизни, того круга жизни, которым мы заняты. И поэтому я призываю Твою, Отец, благословение, и благословляю, благословляю этих братьев моих и сестер во имя Иисуса Христа. Вот сейчас будет происходить нечто в сердце, что не даст нам такого. Тех воспоминаний, тех мыслей, в которых мы еще не совсем свободны, пусть это все будет вынесено во свет, пусть это все будет обнажено, пусть это все будет открыто ради Иисуса Христа и для славы Отца Небесного. И да будет Тебе слава, величия Тебе, и хвала Тебе нашему Богу, Отцу и Сыру Святого. Аминь.